Имя Ирода всегда будут связывать с самой ужасной жестокостью в библейской истории. С убийством младенцев после рождения Христа. Правда ли это? Мог ли это сделать человек, спасший Святую Землю от разграбления ее Римской империей? Построивший величайший храм античности? Человек, чьи амбиции изменили Святую Землю. Это история простого смертного, сделавшего из себя царя. Чужака, проникшего в царский двор еврейского царства. И ставшего жертвой любви. Он хитростью одолел соперников и никого не пощадил на своем пути. Даже свою жену. Он был гениальным политическим лидером и нравственным уродом. Это неповеданная миру история Ирода Великого. Ирод. По ту сторону мифа. Иерусалим. 43-й год до нашей эры. Вступив на трон, Ирод, новый царь евреев, вызвал к себе начальника тайной полиции. Я хочу, чтобы ты расправился с ними за одну ночь, чтобы они не успели предупредить друг друга. Будет сделано, Ваше Величество. В его царстве закон по-прежнему находился в руках священников. Совета, членами которого были 71 человек. За несколько часов половина их была убита. И началась новая эра. Кент Спиро, историк. Еврейский народ узнал, что их правитель настроен решительно. Он ни перед чем не становится. С ним опасно иметь дело. Так началось правление Ирода. 30 лет террора, которые настолько очурнили его имя, что история игнорировала его заслуги как архитектора и создателя Великого Творения. В пустыне, на вершине горы, он построил дворец, не подвластный разрушительному действию времени. Эл Баунгартнер, историк. Ему хватило смелости построить дворец на вершине утеса. На побережье он построил город из песка и первый в мире рукотворный порт. С дворцами и аренами для игр и зрелищ. Самый грандиозный его проект – перестройка Иерусалима руками 10 тысяч человек. Руперт Чепман, историк. Он столько сделал для Святой Земли, сколько не сделал никто. Самое большое его достижение – строительство Иерусалимского храма, в которую он не мог войти. Иерут, царь евреев, стопроцентным евреем не был. Джонатан Прайс, историк. Говорили, что он полуеврей. Это мучило его всю жизнь. Иерут родился на Ближнем Востоке, в государстве Иудея. Его предки – идумияне – языческое племя, жившее на ее южных землях. Чтобы выжить в пустыне, им приходилось уходить под землю. Вы проходите через Анфиладу комнат. Пещеры соединяются друг с другом. Это был подземный город. Огромный подземный город. За два поколения до рождения Иерута эти земли захватила Иудея. А ее жители были насильно обращены в иудаизм. Джоди Макнес, археолог. По отцу Иерут был евреем. Но фактически он был евреем наполовину. Насильственно обращенным в еврейскую веру. Царская семья иудеев, Хасмонеем, утверждали, что их корни восходят к библейскому царю Давиду. В глазах их подданных они были людьми, рожденными, чтобы править. Это был клуб избранных, в который Иерут хотел вступить. Иерут был незнатного рода, но имел преимущество перед многими. Его семья была богатой и влиятельной. Его отец от имени Хасмонеев управлял районом, где жили идумияне. У власти были Хасмонеи. Но Иерут понимал, что реальная власть находится в руках сильной римской армии. Нет никакого сомнения в том, что Иерут уже в раннем возрасте понимал, что реальной силой были римляне. И перед этой силой ему пришлось заискивать. Рим был мировой супердержавой. На востоке Римской империи находилась иудея. Торговая страна и буфер против ее соперника Парфянского царства. Иудея оставалась независимой только потому, что римляне позволяли ей оставаться таковой. Риму нужна была надежная граница. Но в последние годы иудею раздирала гражданская война. Беспорядки были на руку Иеруту. Его время пришло. Иерут был очень честолюбивым молодым человеком. Богатство и власть были самым вожделенным его желанием. Он был исполнен решимостью добиться самого высокого положения. В 25 лет Иерут становится губернатором. А в 30 лет – членом Хосмонейского царского суда. Тревор Тернер – психолог. Это был его мир. Этот очень честолюбивый и талантливый человек заметил перемены, происходящие в Римской империи и Хосмонейской династии и понял, что там – его место. Но удача изменяет ему. В результате дворцового переворота в тюрьму попадает царь Хосмонеев. И вновь вспыхивает гражданская война. Чтобы спасти свою жизнь, Иерут бежит в пустыню Масада, естественную крепость к югу от Иерусалима. Он находит убежище в скалах, выступающих из глубин Мертвого моря. Он спасся. Но власть уходила из его рук. Иерут понимал, что если он здесь останется, он погиб. Ситуацию нужно было изменить. И сделать это можно было, склонив на свою сторону сильных мира сего. Иерут отправляется в Рим, в сердце Европы. Доступ к власти ему обеспечил юный Арестобул, внук плененного Хосмонейского царя. План Ирода был прост. Посадить Арестобула на царский престол, а самому пользоваться всей полнотой власти. Все зависело от одного человека. Он решал вопрос о том, кому править в Иудее. Это был легендарный римский генерал Марк Антоний. Могу я представить Арестобула из семьи Хосмонеев? Он еще слишком юн. Мне 16 лет. Ты достаточно взрослый, чтобы понять, что Иудея значит для Рима. Иудейский трон – сторонник Рима. Любое волнение в этой провинции должно быть подавлено. Что скажешь, Иерут? Это работа для мальчика или для мужа? Когда мой отец познакомился с тобой, ты был мальчиком. Твой отец понимал, что нужно Риму. Арестобул отвергнут. Иудеи нужен совсем другой царь. Не мальчик голубых кровей, а жестокий, хладнокровный мужчина. Вечная гонка за властью. Так был устроен Рим. Марк Антоний увидел выродить человека, который точно так же, как и он, находился в безудержной гонке за властью. Человек незнатного рода вернулся домой царем. Царем евреев. Коронованный римлянином, нога которого не вступала в Иудею. Осталось подкрепить титул властью. По возвращении из Рима, Ирод сразу начинает укреплять свои позиции и отстраняет от власти оппозицию. Он делает это с особой жестокостью. Первые жертвы – члены Синедриона, законодательного и религиозного совета иудеи. За одну ночь он расправился с половиной из них. Он не мог быть священником, и поэтому не мог войти в состав этого органа. Поэтому ему пришлось этот орган уничтожить. Следующей жертвой был его покровитель – царь Хосманеев. Его нашли мертвым. Но все же его власть не была еще абсолютной. Оставшихся в живых членов царской семьи нужно было держать под контролем. Жестокость не была единственным способом. Он прибегает к другой, более тонкой тактике – к женитьбе. Он выбирает себе в невесты прекрасную княжну Марианну. Взяв жену из старой царской династии, Ирод стремится придать своей власти видимость законности. Но он приглашает врага в свой дом. Шурином Ирода становится Арестобол, у которого он отнял корону. И все же Хосманеем был выгоден этот союз. Ирод был человеком Рима в Иудее. Моша Херн – историк. Это был, безусловно, политический союз. Хосманеи думали, что они получили некий страховой полис, благодаря которому они обеспечат себе безопасность. Их соображения мало волновали Ирода. Его планы относительно Иудеи были связаны не только с политикой. Еще мальчиком Ирод видел, как невозможное становится реальностью. Он был свидетелем того, как человек использует природу себе во благо. Под склонами холмов его предки построили целую систему пещер, проходов и водоемов. Ирод видел, что люди могут сделать с природой. И это произвело на него огромное впечатление. Но, возводя свои сооружения, Ирод никогда не позволял природе диктовать ему свои условия. Им руководило его воображение. Как и его предки, Ирод оставил свой след на окружающей природе. Он строил на века, но главное для него было заявить о себе. И он был готов это сделать. Его желание покорить природу столь велико, что он буквально готов двигать горы. Он хочет построить уникальный замок-крепость на вершине горы. Одно плохо. Горы здесь нет. Нет проблем. Ирод создаст ее. Размах колоссальный. Гора, которая находится позади нас, искусственная гора. Она была создана Иродом. Она огромная. Ее диаметр 64 метра. Эта огромная гора создана буквально на голом месте. Практически из ничего. Он переместил десятки тысяч тонн земли, чтобы построить этот монумент. Он находится к югу от Иерусалима и носит название Геродион. В его центре крепость, чтобы внушать благоговейный страх врагам и вызывать благоговейный трепет у подданных. Никто не строил ничего подобного. Это необыкновенное сооружение, как будто ты находишься на другой планете. При строительстве дворца Ирод проявил поразительное чувство симметрии. Дворец окружен стеной в форме концентрического кольца. Каждая комната разделена на две половины центральной стеной, которую мы видим здесь. В восточной его части Ирод устроил огромный внутренний двор. В центре его, под открытым небом, был разбит прекрасный сад. Стены были покрыты фресками. Мы сегодня можем видеть первоначальные украшения стен. Например, здесь мы видим ступку, штукатурку, которую накладывали на поверхность стены. Она имитировала мрамор, природную фактуру натурального камня. Это не мрамор, это подделка под мрамор. Но с помощью декоративной штукатурки был создан такой эффект. Но эта роскошь скрывала тщательно продуманную стратегию. Ирод использовал архитектуру не только для того, чтобы прославить себя, но и чтобы напугать врагов и показать им свою силу. С этой точки он мог смотреть на свое царство. И он добавляет последний штрих. Вода в бассейн поступала по акведукам, и нужно отдавать себе отчет в том, что мы находимся в пустынной зоне в центре бесплодной пустыни. Строительство гигантского бассейна с водой в таком месте замечательное достижение. Оно производит колоссальное впечатление. На всей территории вокруг бассейна были разбиты огромные сады. Это трудно представить, но две тысячи лет назад все это место вокруг нас было зеленым, а не коричневым и безжизненным, как сейчас. Здесь был белый бассейн, в центре которого было построено круглое сооружение, павильон. Вы могли здесь плавать и кататься на лодке, а потом подняться в павильон, выпить что-нибудь или позавтракать. А вокруг вас росли зеленые сады, окруженные колоннами. Все вокруг не выглядело серым и коричневым, как сегодня. Все выглядело совсем по-другому. Во времена Ирода здесь был настоящий город. Представьте себе, что две тысячи лет назад здесь кипела жизнь. Дворец построен на террасе, с которой открывался вид на эту территорию. Внизу находились административные постройки. Рядом с ними, прямо под дворцом, находился и под ром, где проводились лошадиные бега и соревнования бегунов и атлетов. То, что мы сейчас видим, это верхушка айсберга. Проводившиеся здесь раскопки показали, что повсюду здесь находятся древние руины. Иными словами, под современными домами и постройками, которые вы здесь видите, находятся древние руины. Если бы мы продолжили раскопки, мы бы увидели, что они есть на всех участках этой территории. Демонстрируя свою власть и богатство, Ирод стремился доказать, что он царь, что он обладает законной властью, что он царь иудеи. Однако семья, с которой он породнился, старалась вырвать власть из его рук. Борьба двух сил вступила в новую фазу здесь, в Иерихоне. И этот бассейн сыграет в ней главную роль. Космонеи ненавидели Ирода. И у меня нет никаких сомнений в том, что если бы у них была возможность свергнуть его с престола и вернуть власть в свои руки, они бы сделали это. Мариамна играла роль преданной жены. Но жажда власти терзала ее душу. Она плела интриги, чтобы вернуть Хосмонеев к власти. Ее брат, Арестобол, не смог стать царем, но в их религиозном государстве можно было снискать поистине царскую славу, заняв пост первосвященника. Для еврейского народа первосвященник был человеком, связывающим его с Богом. По традиции эту должность занимали Хосмонеи. В государстве Ирода такой важный пост не мог занять Хосмонеи. Но Мариамна считает, что невозможное станет возможным, если в дело вмешается Марк Антоний. Втайне от Ирода семья приводит план в действие. Они посылают Антонию портрет Арестобола и добиваются желаемого результата. Антоний потребовал, чтобы Арестобол приехал в Рим. Ирод понимает, что разыгрывается интрига и опасается наихудшего. Что, если Арестобол плетет интригу, чтобы получить корону Ирода? Ирод всегда опасался, что римляне предпочтут ему Хосмонеи. Законность власти Хосмонеев была неоспорима. У Ирода не было выбора. Он назначает Арестобола первосвященником. Когда в Иерусалим пришли пилигримы, Арестоболу предстояло впервые появиться на публике и провести богослужение в храме. Это событие имело символическое значение. Для простых людей этот мальчик был не просто священником. Они верили, что он объединит народ. Своими криками они выразили Арестоболу свою любовь и поддержку. Ирод был напуган тем, что он увидел. Он почувствовал, что эта всеобщая поддержка, эта яркая демонстрация любви народа к Арестоболу представляет угрозу его власти, власти царя. И он начинает задумываться о том, как избавиться от него. Пока Хасмонеи празднует, Ирод планирует контрудар. Ирод пришел в ярость, когда Хасмонеи взяли реванш. Они всегда представляли для него угрозу. Он понимал, что народ считает Хасмонеев единственной законной властью. Хасмонеи почувствовали, что власть к ним возвращается. Но они устроили семейный праздник преждевременно. Ирод царь, который отвечает ударом на удар. Ночь прекрасная. Искупайся со своими друзьями. Ловушка расставлена. Давай. Приспешники не дремлют. Могло показаться, что это несчастный случай. Сначала были убиты еврейские старейшины. Потом старый царь Хасмонеев, а теперь его Шурин. Власть в руках Ирода. Он намерен ее сохранить. Ирод пришел к власти, как приходят все диктаторы. вы женитесь на дочке правителя, и если вы считаете кого-то своим соперником, вы от него избавляетесь. И у вас не дрогнет рука. Он избавился от одной угрозы, а от другой его отделяли сотни километров пути. Римская империя разделилась на две части. Правитель Востока Марк Антоний покровитель Ирода с головой ушел в борьбу за власть. Судьба Ирода переплелась с судьбой Антония. Наконец приходят новости. Они неутешительны. Антоний проиграл. Новый император, новый хозяин Ирода. Ироду приказали незамедлительно приехать к нему, чтобы держать ответ за свою преданность Антонию. Перед тем, как уехать, он оставляет инструкции своему другу. Неукоснительно исполняй мои приказы. Я могу не вернуться. Накан была поставлена не только его корона, но и его жизнь. Он уехал, понимая, что у него нет выбора. Он не знал, что его ждет. Предадут ли его смерти, или же сошлют ссылку в богом забытое место. Ирод предстал перед императором Римской империи. Август. Август был очень жестоким человеком. Все это знали. Он казался любезным и всегда улыбался, но Ирод знал, что стоит Августу щелкнуть пальцем, и его не будет на этом свете. Ирод рискнул и не стал отпираться. Я не могу ничего отрицать, но мне не стыдно за то, что я хорошо отношусь к Антонию. То, что сделал Ирод, было необычным и смелым. Он не бросился к ногам Августа со словами «Я виноват, я сделал ошибку». Он сказал ему другие слова. Он сказал Августу «Я поддерживаю Рим. Я признаю любого правителя, которого поставит Рим. Я верен моему покровителю. Рим мой хозяин. Теперь я буду служить только вам. Я буду вам лучшим слугой». Этот поступок дал свои результаты. Политический инстинкт Ирода спас ему жизнь. Он сохранил свою жизнь и закрепил свое право на трон царя еврейского народа. Ирод понимает, что другого шанса не будет. Он должен представить Августу убедительные доказательства своей верности. По возвращении в Иудею Ирод строит на берегу Средиземного моря город из мрамора, бетона и камня. Город был назван Кесарией в честь самого императора. Пытаясь придать своему государству образ и подобие Римской империи, Ирод, казалось, говорил Риму, «Это дружественная страна, я верен вам, я хочу быть таким, как вы». Ирод строит город более современный, чем Рим. И его гордость – первый в мире рукотворный порт. Это было первое, что видели моряки, приплывающие сюда из стран западного света. У них должно было создастся впечатление, что Иудея – процветающее цивилизованное государство, а неотсталая провинция на краю земли. И рядом с этими воротами в город он строит храм в честь своего хозяина Августа. Но на этом он не останавливается. Кесария становится настоящим римским городом со всеми атрибутами западной цивилизации. Кесария проектировалась и строилась как римский, а не еврейский город. У приезжающих сюда жителей Иудеи складывалось впечатление, что они попали в зарубежную страну. В амфитеатре гладиаторы сражались, пока не погибали. Ирод хотел, чтобы люди развлекались здесь так, как развлекаются римляне. Гигантский стадион был местом самого грандиозного зрелища. Вот здесь обычно сидел Ирод. На самом верху большого подиума. Его ложа находилась здесь, потому что гонки на колеснивцах были очень жестоким состязанием. На ипподроме разыгрывали гран-при того времени. лошади бежали по этой продолговатой арене, борта которой были покрашены в красный цвет. Римляне считали, что красный цвет вызывает у них страх. Но самым зрелищным были и не гонки, а падение колесниц. Колесницы переворачивались, лошади топтали наездников, ударялись о борт. Это было частью зрелища. У Ирода было самое лучшее место. Всеобщее внимание было приковано к этой трибуне. Он видел все, и все видели его. Но еврейские подданные Ирода считали Кесарию кощунством. Ирод был законченным прагматиком. Он соединил два абсолютно противоположных мира и заставил их взаимодействовать, не вызвав при этом конфликта. Иудея еврейское государство, но Ирода не считали евреем. Его предки были обращены в еврейскую веру лишь за два поколения до его рождения. Решив похоронить прошлое, он обращает свое внимание на Иерусалим. Он клянется построить здесь грандиозный монумент в честь еврейского бога. Когда началось строительство, дома разразился скандал. Уезжая на встречу с римским императором, Ирод оставил инструкцию убить его жену Мариамну в том случае, если он не вернется. Он так сильно ее любил, что не хотел отдавать ее никому. Ирод уцелел. Его записка тоже. В гневе Мариамна говорит ему ужасные слова. Ты полуеврей! Ты полуеврей! Полуеврей. Это значило, что ты человек смешанной расы. Это было очень оскорбительно. Поскольку Ирод не был родом из аристократической семьи, это было еще большим оскорблением. Полуеврей! Его выводило из себя то, что она была хосмонейкой. Он любил ее и боялся в одно и то же время. Оскорбление, полученное от любимой женщины, заставило Ирода более решительно добиваться того, чтобы его считали евреем. он думал, что это случится, когда Иерусалимский храм будет построен. Для еврейского народа храм был центром религиозной жизни. Он был самым святым местом на земле. Библейский царь Соломон построил первый храм. Он сгорел в 586 году до нашей эры. Но то, что его заменило, было бледным подобием. Построив храм, Ирод мог доказать, что он истинный царь еврей. Чтобы человека со стороны считали законным правителем, он должен был чем-то походить на любимую всеми историческую фигуру. Построив храм, он сделает то же, что и Соломон и докажет, что он настоящий царь евреев. Построив величайший храм в классическом мире, Ирод превзошел самого Соломона. Это был грандиозный замысел. Ирод изменил саму структуру ландшафта. Он срезал верхушку горы, чтобы получить ровную поверхность. Здесь он соорудил платформу размером в 25 футбольных полей. Проект был настолько грандиозным, что никто не верил в его осуществление. И более того, предусматривалось разрушение существующего храма. Чтобы рассеять сомнения подданных, он привез из карьеров на строительную площадку необходимый материал – мрамор и камни. И они убедились в том, что он не пускает слов на ветер. И только тогда он приказал перемещать землю. И сейчас можно увидеть, где люди Ирода срезали гору. 10 тысяч человек возвели на платформе гигантские стены, каждой длиной более 300 метров и шириной более трех метров. в основании стен были заложены огромные камни. Длина этого камня 12 метров, он весит 600 тонн. Дэн Бахетт, архитектор. Ирод подходил к строительству с позиции эстетики. Меня поразила одна вещь. Когда смотришь на стены храма, замечаешь, что каждый горизонтальный ряд кладки отступает от предыдущего на 2,5 сантиметра. Они не перпендикулярны, а слегка наклонены. И этому есть простое объяснение. Когда ты идешь вдоль небоскреба, а храм был небоскребом для его прихожан в первом веке нашей эры, ты видишь, что облака движутся, и у тебя создается ощущение, что здание упадет тебе на голову. Но когда ты строишь его с небольшим наклоном, у тебя не возникает таких ощущений, когда ты проходишь мимо. Это один из многих примеров эстетического подхода Ирода. Благочестивые евреи до сих пор молятся у западной стены творения Ирода. А в центре комплекса, построенного Иродом, находился предмет его гордости. Внутренний храм. Это было заявление его хозяевам в Риме и еврейскому народу о величии Ирода. Ирод прекрасно знал, что произведение архитектуры может стать политическим заявлением, что с его помощью можно запечатлеть чей-то образ и рассказать о том, кто властвовал в этой стране. Это наследство, которое получают грядущие поколения. В Талмуде говорится, десять мер красоты отпущено миру, девять из них отдано Иерусалиму. Множество людей приезжало каждый год в Иерусалим, чтобы увидеть храм, который по окончании строительства стал крупнейшим действующим культовым учреждением. Однако доступ во внутренний храм был разрешен только священникам. Строитель крупнейшего храма античности не мог войти в него. Иерусалим, решил построить царскую базилику, площадку с видом на храм. «Мне это запрещено? Мне не разрешают войти в храм? Ну что ж, у вас есть храм, но у меня есть моя базилика. Я смотрю на вас, я царь евреев». На возведенной Иродом платформе сейчас находится мусульманская мечеть Купол Скалы. Две тысячи лет назад здесь находился священный внутренний храм Ирода. Время сохранило этот фрагмент. Ирод завершил строительство величайшего храма античности в честь еврейского бога. Всю жизнь он боролся за то, чтобы его приняли в круг избранных, несмотря на незнатное происхождение. Когда он женился на еврейской княжне Мариамне из рода Хасманеев, он думал, что ему это удалось. Когда Мариамна узнала, что Ирод распорядился ее убить, их браку пришел конец. Полуеврей! В раздор вмешались родственники Ирода. Его сестра Соломея пользуется возможностью удовлетворить свою жажду власти. Уолтер Лоубл, историк. Соломея была жестокой женщиной. Она пользовалась доверием Ирода, но не принимала близко к сердцу его интересы. Она хотела стать его другой женой, как того требовал обычай. Соломея плетет паутину из лжи, играя на страхах Ирода. Она говорит ему, что когда он был в отъезде, его жена варила любовный напиток. И что друг, которому он поручил охранять жену, предал его. Этот обман пробудил выроди убийцу. В дружбе пришел конец. И он обращает свой гнев против Мариамны. Мариамна. Он бродит по дворцу и требует, чтобы ему привили его жену. Все источники сходятся в одном. Ирод убил Мариамну. Убийство Мариамна отличалось от других его актов насилия. Им снова руководили страсти. Он часто проявлял насилие и в конце концов сожалел об этом. Смерть Мариамны вошла в легенды. Согласно Далмуду, написанному через 500 лет после смерти Ирода, он сохранял тело Мариамны в меде. Ирод оставил глубокий след в коллективном сознании еврейского народа. Об этом свидетельствуют источники, написанные сотни лет тому назад. Они рисуют Ирода как человека злого и жестокого, и даже как человека с нестабильной психикой. Никто не знает, насколько правдива эта история, но смерть Мариамны стала поворотным пунктом в жизни Ирода. Ирод стал совершать поступки, которым нельзя было дать разумное объяснение. Он себя не контролировал. Признаки паранойи появились уже в Массаде, горной крепости, которая спасла ему жизнь, когда он был молод. Тогда, находясь в Иудейской пустыне, Ирод требовал невозможного. Ему нужен был оазис. «Вы посреди пустыни, вы в скалах высотой в сотни метров, и вы видите плавательный бассейн, баню, вода льется рекой, это противоречит всему, что вы ожидали». Тысячи рабов сделали его требования реальностью. И более того, на склоне горы он построил эффектный дворец. Отсюда он мог наблюдать за врагами, реальными и вымышленными. Из всех существующих крепостей эта крепость была самой неприступной, самой неуязвимой. Об этом позаботилась сама природа. Отсюда открывался вид на Мертвое море и Иудейскую пустыню. А на севере можно было даже разглядеть холмы, через которые шла дорога на Иерусалим. Невольно возникало ощущение, что такую территорию мог контролировать царь. Это была его территория. И тем не менее, он посчитал необходимым окружить утес оборонительной стеной. Он обезопасил себя от внешнего мира, но его демоны никогда не покинут его. терзаясь из-за смерти Мариамны, он начинает терять связь с реальностью. С годами характер человека портится. Очевидно, с возрастом психика Иерода становилась все более неустойчивой. Он стал более подозрительным, с ним стало труднее общаться. Ира царствовал уже 30 лет. В 66 лет он стал задумываться о своем преемнике. Он объявил, что его корона перейдет к двум его сыновьям, которых родила ему Мариамна. Но его слобная сестра Саломея снова нанесла удар. Диктатора мучили страхи. Кто-то вступает в сговор, кто-то секретничает, кто-то вынашивает планы против меня. Саломея убедила Ирода в том, что его сыновья сговорились его убить. Она старалась не напрасно. Ирод уничтожает последних из рода хасманеев. Но, может быть, причиной ярости Ирода была также его физическое нездоровье. Мы хорошо знаем, что физическое нездоровье сопровождается душевным нездоровьем. Ему становилось все хуже, хуже и хуже. Слухи об ухудшении здоровья Ирода дошли до его противников. В Иерусалиме начались волнения. Ирод построил еврейскому богу замечательный храм, но он нанес оскорбление своим еврейским подданным. Он украсил двери храма эмблемой Рима – орлом. Это было кощунство. Ирод должен был предвидеть, что, украсив храм орлом, он вызовет у своих подданных чувство глубокого негодования. Слабеющему царю был брошен вызов. Его противники сорвали с дверей храма символ угнетения. Ирод стал содра болезни, чтобы встретиться с зачинщиками восстания. Я построил храм. И чем вы мне отплатили? Хасманеи были у власти 125 лет. Они не воздали богу таких почестей, какие я воздал ему. это была горькая обида. Ирод считал, что сделал для евреев больше, чем любой царь после Соломона. Уведи их. И, как всегда, расправа была скорой. Их увели на казнь. Примерно в это время, как записано в Евангелии от Матфея, Ирод совершил свое самое жестокое деяние. Приказал убить всех младенцев мужского пола, чтобы уничтожить младенца Христа. Ирода считают чудовищным злодеем. Его имя упомянуто в Библии, поэтому все знают его. Было ли так на самом деле? Об избиении невинных младенцев говорится только в Евангелии от Матфея. Ни в одном другом источнике, историческом или археологическом, нет сведений о том, что это событие действительно имело место. Так как же эта легенда попала в историю? Ирод идеально подходил для этой истории. В порыве гнева он мог совершить грубое насилие, насилие в больших масштабах. Он доказал это во время своего царствования. Руки Ирода в крови это бесспорный факт. Но в избиении младенцев Ирод не может быть признан виновным. Ирод жил в жестокое время. Он жил по законам своего времени. Он делал ужасные вещи. И делал их главным образом в конце жизни. Эти злодеяния можно считать результатом ужасной болезни, от которой он страдал. Тело Ирода разрушало болезнь. Сохранилось свидетельство, подробный отчет о последних днях Ирода. Оно написано древним историком Иосифом Флавием. Он писал, что Ирода били конвульсии, мучили кишечные боли и зуд. Его конечности распухли, но самые ужасные в его теле расплодились черви. Червей считали божьей карой. Некоторые источники писали, что последняя болезнь Ирода наказание за его злодеяние и неправедный образ жизни. Исследования этих источников с точки зрения современной медицины позволили по-новому объяснить причину его болезни. Главные симптомы изнуряющий зуд, спазмы конечностей, нехватка воздуха при дыхании и отеки могут быть вызваны сердечной или почечной недостаточностью или же и тем и другим. Но как объяснить червей? В последние дни он находился в Ирихоне в условиях жаркого и влажного климата. Мухи могли заложить яйца в его распухшее израненное тело, а из них появились личинки. Ирод в агонии. Он знает, что его дни сочтены. Он также знает, что в лучшем случае к его уходу и жизни отнесутся с равнодушием. В припадке безумия он приказывает казнить всех видных людей страны в день его смерти. Я хочу, чтобы в день моей смерти тысячи жен стали вдовами. Это был безумный поступок, но для Ирода он имел смысл. только таким способом он мог добиться, чтобы его оплакивали. Мне нужны их слезы. В день его смерти не было праздника. Болезнь разрушила его тело. Ненависть убила его разум. Ирод залил страну кровью, но он умножил ее славу. он построил приморский город Кесарию с ее театрами и ресталищами. Искусственную гору Геродион с его дворцом и бассейном. И Иерусалимский храм бриллиант в его короне. Железной волей он сохранял целостность своего царства. Но чтобы получить это царство он исполнял волю Рима. Его народ не простил его. Ирод умирал в одиночестве и никем не был оплакан. Вы не можете снискать любовь народа, если вы властвуете над ним. Можно сказать, что большая часть жизни Ирода была сделкой с дьяволом. Вскоре после смерти Ирода евреи восстали против Рима. В ответ горячо любимые Иродом римляне разрушили храм, который он построил на века. Ирод вошел в историю не как государственный муж, а как безумец. Не как строитель, а как убийца. И даже не как царь, который мог двигать горы и ускорять ход в риме.